Всем привет, дорогие мои девушки! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас такое очередное болтологическое видео, вы очень просите и очень любите такие болталочки со мной. Сегодня мы будем говорить о обязанностях женщины и мужчины. Это такой распространенный вопрос, и я очень часто говорю о том, что должен мужчина для женщины, его главное предназначение. Так вот, мужчины часто обижаются и говорят, почему ты говоришь, что должен мужчина делать, но никогда не говоришь о том, что же должна делать женщина в отношениях и вообще ее главное предназначение. Сегодня мы поговорим именно об этом, я вам расскажу свой взгляд и вам расскажу вообще свое видение ситуации. Вы знаете, мне кажется, что мужчина и женщина изначально не партнеры. Мне даже не кажется, это в принципе так и есть. Мужчина и женщина изначально не партнеры на этой земле, и партнерами они никогда быть не могут. Почему? Потому что мужчина и женщина – это два разных пола. Мужчина и женщина имеют абсолютно разную энергию, они энергетически абсолютно разные. У нас абсолютно по-разному работает мозг, мы имеем разную энергию, мы несем в этот мир абсолютно разные вещи. Если бы Бог хотел, чтобы мужчина и женщина были равны, чтобы у них были одинаковые обязанности, Он бы создал один пол, единый, и все было бы просто. Я очень не люблю, когда в 21 веке, к сожалению, от своей слабости мужчины часто употребляют вот это неприятное выражение. Для меня, как для женщин, я считаю, что эти выражения даже унижают женщин. Я хочу партнерских отношений. Партнерских отношений хотят только слабые мужчины, которые женщине, как мужчина, дать не могут полноценно, они полноценно не могут отдаваться, они не могут выполнять своих истинных мужских предназначений, истинных мужских обязанностей. И тогда они говорят, я хочу партнерских отношений, я хочу, я считаю, что женщина и мужчина должны быть равны. Мы все равны, мы все одинаковые. Так вот, я всегда говорю, что, дорогие мои мужчины, мы не можем быть с вами одинаковыми. Да, конечно, мы можем вместе работать, мы можем вместе убирать с мужчиной, но мужчина никогда не сможет родить. А если вы не можете равноценно делать с нами вот этот момент, роды, вы не можете быть изначально равны. Поэтому нельзя говорить ни о каком равноправии. Изначально Бог создал мужчину, и затем Он создал женщину. Мы изначально разные, у нас разные предназначения в этом мире. Мужчина и его обязанности. Перечисляем. Сила, защита. Защита не только себя и своей семьи, но еще и Родины, место, где ты родился. Обеспечение добыча себя и своей семьи. Дальше. Я считаю, что в 21 веке мужчина должен быть галантным, достойно относиться к женщине, делать поступки, быть честным, быть порядочным и делать свою женщину счастливой. Вот и все. Вот и все обязанности, которые есть у мужчины, и больше от него никто ничего не требует. Далее поговорим об обязанностях женщины. Изначально зачем она пришла в этот мир? Женщина – это дом. Женщина – это нежность. Женщина – это ласка. Женщина, ее обязанность быть красивой, быть ухоженной, быть гордостью для своего мужа, быть лицом своего мужа, чтобы муж всегда ее гордился. Я уже сказала, женщина – это дом, поэтому ее обязанность красиво обставлять дом, следить за домом, следить за чистотой, за интерьером, чтобы мужчине захотелось возвращаться в этот дом, чтобы в доме всегда вкусно пахло едой, вкусно пахла вообще вся атмосфера. Чтобы было действительно красиво, уютно, красивый интерьер, какой-то дизайн был. Это очень важно. Готовочка, я уже сказала. Пусть вы даже не умеете готовить, не надо уметь готовить, просто от души готовьте. Я тоже себя не считаю какой-то суперповарихой, суперповаром, не считаю, что у меня есть какие-то суперкулинарные способности, но я готовлю то, что я умею, я готовлю то, что идет из моей души, из моего сердца. Пусть я не готовлю мясо, пусть я не готовлю какие-то сложные блюда, но я делаю то, что я умею, и я отдаю себя, и в еде я отдаю себя, частичку себя. И вы знаете, это нашло отклик. Мужчине не важно, как вы готовите, мужчине важно, чтобы вы вкладывали себя, себя в эту еду, в эту пищу, и очень важно, как вы все это преподносите, как вы все это подаете. Это безумно-безумно важно. Я люблю красиво накрывать на стол, я люблю красивую посуду, я люблю красиво все это украшать, подавать. И в этом вот моя любовь. Также, конечно же, предназначение женщины тоже, это родить ребенка для своего мужчины, и далее его хорошо воспитать. Видите, какие простые обязанности у нас, у мужчин и у женщин, и всего лишь нам это все нужно соблюдать. Знаете, жизнь, она на самом деле не сложна, вы просто все сами усложняете, поэтому вам сложно. Когда я слышу, что женщины говорят, мне сложно, конечно, вам сложно. Представляете, почему вам сложно в отношениях? Потому что вы себя изначально неправильно поставили в отношениях с мужчиной, вы изначально не показали, что вы девочка в этих отношениях, и мужик взял и на вас все взвалил, потому что вы были изначально просто с этим согласны. Поэтому никогда нельзя брать на себя вообще мужские обязанности, мужскую энергию не нужно к себе привлекать. Знаете, я сейчас стала заниматься тем, чтобы развивать свою женскую энергию, развивать себя в этом плане, развивать в себе больше чего-то женственного. Я стараюсь посещать какие-то мастер-классы по кулинарии, я посетила мастер-класс по семейному этикету, я закончила курс ароматерапии. Я всегда интересуюсь чем-то связанным, с развитием именно себя, женственности. Я занимаюсь йогой, медитациями, вы это знаете. И недавно мой мужчина мне сказал, я говорю, ты знаешь, опиши меня в последнее время, опиши меня несколькими словами. И когда я это услышала, мне просто потекли слезы, потому что я поменялась, я изменилась, изменилась моя энергия очень сильно в последнее время. И когда мне человек первым говорит «спокойная», вообще он сказал фразу, говорит, ты спокойная, уверенная, говорит, плывёшь, как каравелла, уверенная по волнам. Когда он сказал первое слово, это было «спокойная», я поняла, что я к этому очень долго шла. Я очень шла к гармонии, к спокойствию себя, чтобы не быть нервной, не быть какой-то озадаченной, не думать о том, что нужно зарабатывать деньги. Это не моя была изначально обязанность. Обязывать зарабатывать деньги – это мужская обязанность и мужская энергия. Я стараюсь сейчас всё убрать от себя, всё, что касается какого-то мужского, всё, что касается мужской энергии. То есть ни в коем случае не хожу, не качаюсь. Я считаю, что если ты качаешься в качалке, ты привлекаешь к себе очень много мужской энергии, потому что железо, оно ни в коем случае не может быть никак связано с женщиной, никаким образом, с нежностью, ласковостью, оно быть не может связано вообще. Недавно моя подруга пошла на бокс, и я, ну подруга знакомая моя пошла на бокс, я ей говорю, ты знаешь, говорю, зря, зря ты это делаешь, нельзя, защита, самооборона, вот эта вот физическая негативная вот эта энергия, это негативная энергия бокса, всё, что связано вот с этим, это вот сила, это не женская, отпустите силу, будьте сильными внутри, не нужно показывать, что вы сильные снаружи, не нужно делать с мужчинами одно и то же, потому что вы их так только расхолаживаете, понимаете, нельзя, чтобы женщина вообще занималась ничем таким мужским, поэтому я стараюсь от себя сейчас всё такое максимально убирать, и знаете, когда я такое стала, и вот я себе изначально правильно в отношениях ставила, я говорила, я девочка, и когда вот мы с мужем тоже общались, я ему всегда говорила, говорю, тебе нужна дочь, ну как бы дочь 26 лет, если да, то да, вот. Я девочка, и я этим очень сильно горжусь, я считаю, что никогда нельзя вот эту девочку в себе внутри терять, не теряйте в себе девочку, потому что ласка и нежность — это то, что должно быть в первую очередь в женщине, и это то, что в первую очередь привлекает мужчин в женщине, и я безумно люблю нежных девочек, я когда смотрю какие-то фотографии в Инстаграме, какие-то профили, возможно, новые, я умиляюсь женственностью, я очень меня это привлекает, я считаю, что это настолько мягко, это быть вот такой нежной девчонкой, неважно, сколько тебе лет, 30, неважно, просто будьте девчонками, несите вот эту положительную женскую энергию в этот мир, её так стало не хватать, вы не представляете как, потому что открываешь Инстаграм, там какие-то девки с вульгарностью, девки с красными губами, со стрелками, это всё вульгарность, это всё не та энергия, должна быть женственность, можно быть сексуальной, но сексуальность, она бывает очень разная, я не люблю агрессивную сексуальность, я всё-таки люблю такое более что-то мягкое, более нежное, более вафельное, такое пастила, это вся моя тема, я думаю, что уже заметили на моём канале, что у меня очень сильно фигурирует эта тема, и я рада, что я стала наконец-то собой, я стала девочкой, ну я и была девочкой, но я прям внутри стала девочкой, это очень важно гармонировать снаружи и внутри, да, и чтобы вот всё совпадало, твои мечты, твои желания, всё, что ты хочешь за собой нести, я своим каналом тоже очень хотела бы в вашу жизнь приносить немножко вот женственности, нежности, я очень хотела бы, чтобы вы становились более нежными, знаете, очень классная фраза, недавно прочитала, что ты можешь быть очень сильным, но чья-то нежность сильнее, и вот в жизни, в своих отношениях семейных я тоже стала своей нежностью, так скажем, стала сильнее, и это так забавно, и так забавно, когда мужчина вроде бы сильный, да, самец, и когда он становится более нежным, потому что ты такая, это очень замечательно, и очень важно показать, как вы хотите, какая модель отношений вам нужна, поверьте, если вы такая нежная девочка, к вам и будет такое отношение нежное, вас будут кормить ложечки, вам будут, как мне, снимать обувь постоянно, вас будут одевать, вам будут открывать дверь, и это особая атмосфера, это особые рыцарские такие отношения между мужчиной и женщиной, и я понимаю в этот момент, что я сама всё это создаю, понимаете, и с вами ровно тот мужчина, которого вы заслуживаете, поэтому создавайте это в первую очередь в себе, вы должны себя ставить так, чтобы мужчине хотелось это делать, чтобы он понимал, что с вами по-другому нельзя, что вы девочка, что вы цветочек, и вот вас нужно оберегать, вот вас нужно оберегать, и ко мне сейчас такое отношение моего мужчины, моих друзей турецких, и я безумно рада, то есть ко мне все так хорошо относятся, и сейчас вот это всё меняется, конечно, в моей жизни очень много новых людей, и я рада, что из моей жизни ушла какая-то жёсткость, какая-то негативная энергия, абсолютно не моя мужская, мужские мысли, я всегда говорю, хотите стать счастливой, избавьтесь от яиц, потому что когда вы начинаете пахать, работать, брать на себя что-то мужское, по дому выполнять мужские обязанности, делать ремонт в доме, таскать тяжёлые сумки, ещё что-то, вы привлекаете мужскую энергию, и у вас вот растут вот эти огромные яйца просто, поэтому избавьтесь от яиц, и почувствуйте себя уже наконец девочкой, и ваш мужчина будет точно так же к вам относиться, ваши близкие будут точно так же к вам относиться, окутывайте себя, пожалуйста, вот этой любовью, нежностью, будьте блаской, и вот пусть это будет вокруг вас, очень хочется, чтобы в этом мире стало больше девочек, очень хочется, чтобы в этом мире всё стало на свои места, и очень хочется видеть вот эту вот нежность, красоту, женственность, и чтобы наконец-то всё это вернулось. Я очень люблю платье, очень люблю уход за собой, и очень люблю как-то девочки, это девочки. Вот, поэтому желаю вам наконец-то стать девочками, наконец-то стать тем, кто вы есть внутри, желаю вам больше привлекать какой-то вот этой нежной энергии, женственной чувственности, и хотела бы, чтобы вы в комментариях написали какую-нибудь одну девочку, которая вас вдохновляет в этой жизни, за которой вы бы хотели идти или следовать, мне будет очень интересно почитать, кто для вас является каким-то идеалом, возможно, красоты, нежности, женственности, вот мне очень хочется об этом узнать. Целую, обнимаю вас, и пока-пока!